Особое мнение на 101FM Ну, во-первых, та история, которая случилась в выходные, точнее, началась она еще в пятницу, да, история со срывом сделки очередных договоренностей с ОПЕК по сокращению добычи нефти и та лихорадка на рынках, которая случилась и на международных, и на российских сегодня с утра, история с курсом рубля, это первая. А вторая история происходит прямо сейчас в Государственной Думе, где, вполне вероятно, будет внесена, ну, поправка-то точно будет внесена, вот будет ли она принята о досрочных выборах в Государственную Думу, это тоже довольно любопытно. И не очень понятно сейчас вообще, почему, собственно говоря, российских парламентариев заботят досрочные выборы в Государственную Думу значительно больше, чем рубль, который валится. Ну, мне кажется, что парламентарии не знают, что делать в этой ситуации, и, в принципе, самое логичное, чтобы можно было предложить, это самораспуститься и устроить выборы заново. А зачем это? Ну, в смысле нет, понятно, что надо какую-то движуху создать, может быть, да, но все же, ну, как бы понимают, что расклад сил может быть иным совершенно, то есть вот сегодня я уже читала экспертное мнение о том, что далеко не все политические силы уверены в себе и готовы, там, да, выходить, собственно, да, в предвыборную гонку в такие достаточно ограниченные сроки, учитывая, что у нас единый день голосования, это обычно сентябрь. Я не могу сказать за те политические силы, которые там уверены в себе, не уверены в себе, то есть они могут себя чувствовать там очень по-разному, ну, и, как говорится, бог с ними. С точки зрения избирателя, мне кажется, что, ну, пора бы уже что-то менять, и я бы перевыборы только приветствовал государственную. Серьезно? А ведь это дополнительные затраты на бюджет, как я понимаю, причем внеплановые. Ну, это драйвер общественного развития, то есть мне кажется, что общество застоялось, мы никуда не движемся вперед. Так. И поправки в Конституцию были инициированы с тем, чтобы там что-то зафиксировать, как-то взглянуть по-новому, но нет этого, не видно там ни свежего взгляда, ни новых идей развития. Ситуации в экономике, ну, новых идей тоже нет, кроме как снова поссориться со всем миром. Ну, наверное, что-то надо менять. То есть эта история с выборами, это такой, как бы, ну, с одной стороны, просто такой оживляж в общественном пространстве, ну, и плюсом мы знаем всегда, что выборы, ну, для регионов, по крайней мере, это такой хороший способ получить какие-то дополнительные средства на что-то. Да, да, именно так. То есть это и есть, да, драйвер развития? В принципе, да. От выборов до выборов живем? К сожалению, да. Печально, если так. А мы можем прогнозы какие-то сделать? Ну, то есть вот расклад сил, если все-таки выборы будут назначены, вот эти досрочные выборы в Государственную Думу, расклад сил каким будет? Ну, в частности, Единая Россия очень беспокоится, что не очень, как бы, позитивное отношение электората сейчас к этой политической силе. Ну, мне кажется, это проблема Единой России. Ну, да. То есть она и должна беспокоиться. То есть для того, они побеждали на выборах, чтобы беспокоиться обо всем и брать на себя ответственность. То есть взяли ответственность, пора уже как-то отвечать. Хорошо. Поправки к Конституции сегодня, ну, вот фактически в эти минуты должны обсуждать. В 12 часов начинается обсуждение. Должно было начаться. Пока не очень понятно, примут, не примут. Известно, что коммунисты собирались воздержаться. Остальные три парламентские фракции, ЛДПР, Справедливая Россия и Единая Россия поправки в Конституцию поддержат. После этого в третьем чтении, насколько я помню, будет обсуждаться законопроект в 12 марта или 11-12 в региональных парламентах. Очень интересно, что Государственная Дума вот это вот все просматривает, утверждает. А потом будет всенародное голосование через месяц с лишним, 22 апреля. Зачем? Не очень понятно. Конструкция совершенно новая. То есть такого раньше, в принципе, не было. Не очень понятен юридический статус этого голосования. Но лично для себя я решил, что статус этого голосования, ну, как некий опрос мнения. Ну, просто соцопрос. То есть он ни к чему не обязывает власти, его результаты? Он ни к чему не обязывает. То есть, в принципе, спросив людей, как они к этому относятся, можно принять к сведению и сделать так, как захочется. Ага. То есть вот Государственная Дума, допустим, принимает, утверждает поправки в Конституцию. В Государственной Думе есть конституционное большинство, которое позволит им принять Конституцию в любой редакции. То есть потом подпишет президент и все. А зачем всенародные голосования-то тогда? Ну, захотели спросить общественное мнение, причем после того, как будет проголосовано в Государственной Думе. То есть ситуация, конструкция странная, но, тем не менее, там называется, спасибо, что спросили. Олег, у меня тогда вопрос. Вот люди, которые уже понимают, что приняла Государственная Дума, подписал президент, допустим, одобрили региональные парламенты. Люди вообще понимают, зачем они там 22 апреля через месяц с лишним должны идти на какие-то участки и за что-то там голосовать. Явка какая будет? Не все понимают. По явке тоже это очень интересный вопрос. То есть придут люди или не придут люди. В принципе, я собираюсь сходить и принять участие. Вне зависимости от того, решает это голосование что-то или нет? Вне зависимости от того. То есть прийти и высказать свое мнение, это всегда полезно. Почему голосование будет списком? Я так понимаю, что это утвержденная уже история, да? Что будет либо да, либо нет за все полностью. То есть за каждую поправку мы не будем голосовать. Множество комментаторов от имени власти сказали, что да, все будет одним пакетом, комплексное блюдо, или все, или ничего. Если я зеленый горошек не люблю, а люблю мясо, почему я должна голосовать за мясо с зеленым горошком? Ну, значит, против. А, вот так. То есть либо так, либо не так. Понятно. Хорошо, люди, значит, приходят. Люди либо голосуют за, либо голосуют против тех, кто приходит. Явка, которая будет на это голосование, она будет какое-то значение иметь вообще? Ну, если само голосование ни на что не влияет, кроме некого там общественного одобрямса, то явка людей на вот это голосование, она же тоже должна как-то отражать настроение в обществе. Ну, это да. Мы все увидим, насколько люди считают для себя важным, нужным следовать инициативе власти и приходить как-то относиться к инициативам власти. А государство заинтересовано в том, чтобы пришло как можно больше людей? А кого вы имеете в виду под государство? Ну, хорошо, да. То есть государство – это мы. Государство – это все мы. Ну, ладно, государство – это власти страны и власти региона заинтересованы в том, чтобы пришло как можно больше людей на участки. Будет ли ставиться какая-то там планка по количеству не меньше такого-то числа? Я не знаю, будет ли ставиться планка. То есть нигде это не регламентировано там никак. Ну, понятно, что странные какие-то мероприятия. Будут ли давить административным ресурсом – не знаю. Это будет зависеть от того, какие они рычаги задействуют. Вполне возможно, чтобы абсолютно все не выглядело позорным. Президент вроде как бы предложил, а население не пришло никак не отнестись. Проигнорировало президента населения. Да, проигнорировало президента, чтобы не было это… Скорее всего, по логике подразумевается, что власть желала бы видеть достаточно много людей, на избирательных участках, и, конечно, желали бы видеть, ну, именно власть желала бы видеть одобрение. А достаточно много – это сколько процентов? 20, 25, 30, 50, 70? Я думаю, что там в районе 30% будет достаточно, то есть треть населения как минимум пошла куда-то сделать. И проголосовала. Из этой третьей 70% за. Мне кажется, что наоборот. Нет, 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 я имею в виду, власть заинтересована в том, чтобы из этой третьей, из 30%, там хотя бы 70% сказали, да, мы поддерживаем эти поправки. Да. Наверное, как-то так. Хотя, если честно, я не… А реальная картина какая будет? Мне самому любопытно, я не ясновидящий, будущее предсказывать не умею, однако среди моего окружения я еще пока не встречал ни одного человека, который бы, положа руку на сердце, сказал, да, как мне нравится, что будут такие поправки, я пойду голосовать за. То есть в большинстве случаев люди не понимают, что это, зачем это, почему их зовут, за какие инициативы, почему вдруг такая необходимость в этих поправках вдруг возникла у президента. То есть есть некое подспудное ощущение, что высшая власть желает зафиксировать свое положение, там, наверху, но, однако, события развиваются, экономический кризис, вот, и создается ощущение, что зафиксировать существующее положение в состоянии стагнации, то есть когда становится все хуже и хуже, то есть если мы это будем фиксировать, то, мне кажется, люди не с очень большой радостью будут голосовать за. За поправки. Да. То есть я пока еще не знаю, не видел, не встречал ни среди своих знакомых, друзей, там, родственников, там, ни одного человека, который бы сказал, да, я пойду голосовать за. Ну вот я, честно говоря, из тех людей, с кем разговаривала сама, тоже не видела тех, кто сказал бы, да, 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 это нужно, это важно, и мы обязательно пойдем, и у меня в свете вот этого всего следующий вопрос. А если все-таки картина во время этого голосования будет складываться так, что власть она не устроит? Ну, то есть в какой-то момент, в течение голосования, там, в течение этого дня или сразу после, когда начнется подсчет голосов, вот тоже, кстати, интересно, мы сейчас к наблюдению обратимся, да, как это все будет происходить. Власти понимают, там, власти регион, не знаю, избиркомы, кто это будет все считать, что слишком много тех людей, которые приходят и голосуют против, что будет? Бюджетников погонят? Если что-то готовить, то надо готовить заранее. А, то есть план должен быть какой-то. Да, должен быть какой-то план, вот, и видеть какие-то детали этого плана, то есть, ну, уже должна быть какая-то и разъяснительная работа, и административный ресурс должен уже включаться. Пока, вроде, ну, не знаю, невидимый. В Кирове не слышно, в Москве вот там шли разговоры о том, что вроде бы сотрудников кооператива жилищных и прочих там бюджетных организаций, да, призывает оформить каким-то образом доступ к сайту госуслуг, да, и передать потом пароли своему начальству. Но это такая вот история, неподтвержденная официально пока. Ну, вполне возможно где-то, ну, знаете, как бывает там в регионах, предугадать мысль начальства и... А, поторопились. Да, и на опережение там попытаться выполнить там все там чаяния, так, как считают вот местные там товарищи. Не знаю, мы от этого не застрахованы, то есть дуболомство может быть, бывало и не раз. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. А я правильно понимаю, Олег, что невозможно сейчас предсказать, ну, то есть вот если, например, в каком-то конкретном регионе или конкретном городе событие развивается следующим образом. Большинство пришедших на участки говорит нет поправкам в Конституцию. Будут какие-то репрессивные меры в отношении этого региона предприняты или нет? Ну, а как? То есть у нас, в принципе, все меры репрессивные по отношению к регионам. То есть у нас регионов-доноров достаточно немного в стране, которые могут на себя зарабатывать и кормить всю федерацию. А оставшаяся часть страны, у них руки и так вывернуты, и они вынуждены выполнять то, что им поручат, ставить нелюбимые объекты на свои территории, там, какие скажут, ну, выполнять какие-то все указания федерального центра. Ну, вот в такой реалии мы и живем. То есть может такое быть? За низкую явку или за не тот результат регионы могут наказывать? Я думаю, что наказывать будут персонально не отличившихся губернаторов. Да ладно, это же вроде не выборы в Государственную Думу досрочные. Это вообще непонятно, какое голосование, которое до сих пор статуса никакого не имеет. Все-таки это некий замер общественного мнения по доверию инициативы президента. То есть я честно не понимаю президента, зачем он пошел на такой эксперимент, зачем ему это надо, так рисковать своей репутацией. Ну, ему ничего не требовалось для того, чтобы, в принципе, продолжать какие-то там свои дела. Зачем в такой сложной ситуации людей звать, одобрять какие-то мутные инициативы, непонятные большинству людей? Общим пакетом. Общим пакетом. Ну, в общем, да. Хорошо. Ладно, в таком случае все-таки подумаем над тем, каким образом сделать так, чтобы голосование за поправки в Конституцию было как минимум прозрачным и относительно честным. Важно не как голосуют, а как считают. Мы все это знаем по выборам в том числе. Я, насколько понимаю, вот эта вот вся история с голосованием, несмотря на то, что официального статуса выборов, там, да, или референдум, или еще чего-то не имеет, тем не менее, какими-то элементами обрастает там обычных выборов, но, в частности, будут работать наблюдатели на участках. И участки-то сами для голосования, они будут размещаться по тем же адресам, где обычно у нас тики, да, территориальные избирательные комиссии. То есть их столько же будет или их меньше будет? Ну, примерно столько же. То есть по структуре избирательных комиссий, да, все пойдет похоже на выборы, на референдумы, но статус это не будет иметь референдума или выборов. Так, а кто готовит наблюдателей? Их партии политические будут готовить или кто-то еще? Нет, политические партии, как ни странно, выключены из этого процесса. Как интересно. То есть политические партии не будут иметь возможности направлять наблюдателей, потому что они не участники. То есть не они предлагали инициативы, то есть они здесь как бы ни при чем. Хотя, в принципе... Хотя в Государственной Думе они очень даже при чем, как мы видим. Ну, да. Ну, хотя, в принципе, политические партии, за которые голосовали люди, то есть которые представляют их интересы, в принципе, это те самые политические организации, через которые ведется и сбор мнений, и представительство людей. То есть мне кажется, что можно было бы и политическим партиям доверить направление наблюдателей. Но, видимо, этого не будет. И кто же будет наблюдать? Наблюдать будут представители общественной палаты. У нас в общественной палате сколько человек, Олег, напомните, пожалуйста? 48, по-моему. 48. А участков избирательных, если... Нет, разумеется, здесь общественная палата выступает... Как оператор. ...в роли субъекта направления наблюдателей. То есть общественная палата будет набирать наблюдателей и направлять их на эти самые участки для голосования. И с кого будет набирать общественную палату наблюдателей? Ну, видимо, из самой активной общественности. То есть по предложениям и некоммерческих общественных организаций, трудовых коллективов. То есть логика подсказывает, что так. А сколько всего наблюдателей надо? Мы можем приблизительно хотя бы цифру для Кирова или для Кировской области назвать? Ну, сколько избирательных участков Кировской области? Мне кажется, там больше тысячи. Извиняюсь, не смотрел на... А наблюдателей сколько на участке должно быть? Ну, я слышал, что как минимум два наблюдателя на избирательном участке. То есть две тысячи человек нам надо где-то взять по 22 апреля? Я думаю, что больше. Больше двух тысяч человек, которые... Надо посмотреть точное количество избирательных участков, хотя бы по прошлым выборам, и умножить на два. То есть примерно столько наблюдателей нам надо будет, а вот в абсолютных числах я не готов подсказать, сколько это будет. Так. То есть и 48 человек в общественной палате. То есть каждый из них, по идее, должен пятерых привезти. Каждый из вас. Даже не пятерых. Тут не... Пятьдесят человек. Не каждый член общественной палаты бегает по улицам и ищет наблюдателей. Конечно, будут открыты предложения. Ну, скоро состоится пленарное заседание общественной палаты. Скоро это когда? 16 марта. Ага. На пленарном заседании поставлен вопрос... То есть в следующий понедельник это будет? Да. О создании рабочей группы по избирательным правам граждан. То есть эта рабочая группа, она как раз будет заниматься тем, что заниматься вопросом направления наблюдателей, в том числе и на это голосование. Вот из той информации, что была, то есть, ну, я слышал, что по два наблюдателя на избирательный участок. У нас был опыт рекрутирования наблюдателей на выборы от общественной палаты, и в прошлые разы общественная палата набирала наблюдателей по предложениям общественных некоммерческих организаций. И много ли человек удалось набрать на выборы? Вот на выборы в прошлый раз планку в две тысячи человек преодолели. А, то есть рекрутировали нормально, есть такие люди. Да, то есть есть же достаточно большие коллективы, то есть по предложениям трудовых коллективов, профсоюзы, то есть людей набрать можно. Хотелось бы, чтобы эти люди успели там как-то поучиться наблюдению, но опять же непонятно, потому что вот это вот голосование, оно очень слабо регламентировано. То есть оно не подчиняется законам о выборах, то есть непонятно, какие правила для этого голосования. Что можно и что нельзя, да? Да, что можно и что нельзя. То есть здесь не действует закон об избирательных правах граждан, о референдуме, о выборах президента, где какие-то детали прописаны, как должен выглядеть бюллетень, как должен выглядеть протокол, какие нормы приняты, что можно, что нельзя. Там разрешена ли какая-то агитация, когда эта агитация разрешена или не разрешена. То есть вот в этом странность этого голосования, то, что это непонятно, чем регламентировано, и все будет вот как-то так. То есть люди, которые пойдут наблюдателями, вот пока еще сложно предположить, чем их будут учить? Сложно предположить. Ну, в принципе, по аналогии с выборами, конечно же, надо смотреть, чтобы не было вбросов, то есть следить за ящиком, следить за документами. Следить во время подсчета потом. Да, следить во время подсчета. То есть вот эти-то элементы, они известны, и этому можно научить. А дальше уже будем смотреть, как много народа наберется. То есть очень интересный и очень странный эксперимент. Ну, а если бы он еще имел под собой какой-то, как мне кажется, не знаю, там реальный выхлоп, может быть, и у людей бы не было такого странного чувства, когда ты не понимаешь вообще, надо тебе идти или нет, через полтора месяца после того, как депутаты одобрили все поправки, идти голосовать за них. Олег Ткачев в нашей студии, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области. Мы, наверное, сделаем сейчас перерыв на рекламу чуть пораньше, а потом уже перейдем к другим темам. Особое мнение на 101FM Олег Ткачев в нашей студии, член Общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем еще одна тема, которую хотела попросить вас прокомментировать, Олег. Это история, связанная с главой администрации, с уходом прежнего главы администрации Ильи Шульгина и конкурсом на должность нового главы администрации, на который сейчас заявилось три человека. Один из них, я напомню нашим слушателям, это депутат городской думы Альберт Бекалюк, еще один кандидат, это начальник Первомайского района Вячеслав Симаков, и еще экс-директор Виат Автодора, а ныне заместитель главы администрации Дмитрий Осипов претендует на этот пост. И вот один из кандидатов, собственно говоря, Альберт Бекалюк, уже призвал своих конкурентов устроить некую общественную дискуссию по проблемам города, ну и, собственно, показать себя. Пусть люди-то посмотрят, да, вот есть три человека, три кандидата, там каждый из них, наверное, какое-то видение свое будет презентовать. Я напомню, что 16 марта, да, закончится, собственно говоря, конкурс, и 16 марта должны быть уже объявлены итоги конкурса, и кто самый главный. То есть вот неделя остается на то, чтобы устроить эту общественную дискуссию, но что-то у меня есть подозрение, что не будет ее. Нужна такая общественная дискуссия или нет? Ну, я всегда выступаю за то, чтобы какие-то сложные, интересные вопросы обсуждать. То есть, если есть что сказать кандидатам на пост главы города, главы администрации города, то это можно только приветствовать. Ну, одному из них, видимо, есть что сказать, вот остальным не зная. Ну, замечательно. В принципе, если остальные не желают принимать участие в дискуссии как таковой, как в дискуссии, то есть я бы с удовольствием послушал того, кто готов рассказать свое видение на развитие города. Ну, вообще, это неинтересно, что один будет рассказывать. Так-то, по идее, вот это ведь хороший, на самом деле, механизм. Сделайте открытый конкурс, ну, или хотя бы открытую презентацию. А то что же, мы про человека-то не знаем ничего, почти. Ну, если Вячеслава Симакова мы видим, и в этой студии в том числе, да, если Эльберт Бекулика видит его избирателя, то Дмитрия Осипова-то мало кто видел, а его ведь называют одним из фаворитов этой гонки. Ну, было бы замечательно послушать, не знаю, удастся ли провести эту общественную дискуссию. Наверное, нет. Потому что это, опять же, в традициях, скажем так, корпоративной культуры не ходить на дебаты. Вот протежи власти вряд ли заинтересованы в том, чтобы приходить в какие-то публичные места и рассказывать о себе и о своих планах. А почему? А почему вряд ли? Ну, а потому что там все очень просто. Те люди, которые действительно являются протежи от имени власти, которые заранее кандидатура согласована... Ой, вот это вот волшебная фраза, да? Кандидатура согласована. Да-да-да-да. Непонятно с кем, непонятно как, но, понимаете, они потому и согласованы, потому что они будут представителем власти. И как им скажут, там... То есть скажут идти на дебаты, они пойдут. Да, но не в дебатах дело. Просто что на дебатах говорить? То есть у них нет собственной программы, у них нет собственных планов. То есть люди, которых согласовали, они обычно не самостоятельные? Вы про это говорите? Да. То есть это исполнители. То есть согласовывают обычно тех людей, которые готовы в 5 секунд развернуться и идти строго противоположным курсом. А есть ли шансы, что люди, если вот их согласовывают, таких людей, и они проходят конкурсный отбор и становятся, например, руководителем администрации города или какой-то структуры государственной, что после того, как их согласовали, они все-таки более открытыми станут? Ну вот мы там на примере Ильи Шульгина могли убедиться в том, что вроде как человека согласовали, я так думаю, да, раз уж мы говорим про согласование некоторое, но тем не менее он себя во время работы здесь все-таки, ну, по первости, хотя бы там на первых парах довольно открыто вел, то есть устраивал какие-то обсуждения, общественников привлекал к решению в том числе каких-то городских проблем, да, урбан-форум проводил в конце концов. Есть шансы, что люди будут более открытыми после того, как их утвердят? Ну, шансы, конечно, всегда есть, все зависит от человека, то есть как он будет использовать имеющиеся ресурсы и в том числе привлекать какие-то общественные ресурсы за счет там открытых дискуссий, собственно говоря, дискуссия ведь это что такое? Это, по сути говоря, получение некого общественного ресурса, новых мыслей, идей и трансляции там своего мнения вовне, то есть это облегчение самому себе там задачи по продвижению там тех интересов, которые защищаешь. Если это воспринимать с точки зрения там ресурсов, то вот навыки человека использовать самые разные ресурсы, в том числе публичность, это тоже ресурс. Но не все любят быть публичными. Не все любят быть публичными, то есть это зависит там от многих, ну, от характера человека в первую очередь. И вот мой предыдущий тезис о том, что назначенцам, назовем это таким словом, неинтересные форматы дискуссий, потому что им нечего сказать, да, вот этот вот тезис, он исходит из того, что в большинстве, в подавляющем большинстве случаев характер человека, который готов быть там исполнителем там чьей-то воли, не подразумевает там какого-то собственного фонтанирования. Понятно. Стремления к самостоятельности нет, и желания сделать первый шаг нет тоже, потому что страшно, а вдруг не одобрят. Ну да, да. Но у некоторых это получается, и они умеют там органично быть и исполнителями, и при этом еще талантливо об этом рассказывать, привлекать сторонников, как-то эмоционально подавать. У некоторых получается, но в целом и общем, в большинстве случаев, это не те черты характера, которые приветствуются для исполнителей. То есть вот эта история с тем, что мы не увидим общественной дискуссии, скорее всего, в течение ближайшей недели до оглашения результатов конкурса, это история как раз вот про это, да? Скорее всего, да. Понятно. Несамостоятельные люди не очень любят дискутировать. Хорошо. Есть одна тема, которую я хотела, Олег, еще попросить вас прокомментировать. Это история как раз с теми проектами, которые заводил сюда Илья Шульгин. На прошлой неделе стало известно, что городские власти отказываются от проекта «Умная уборка». Это проект, я напомню, он следил, да? То есть, возможно, при помощи новейших технологий следить за тем, каким образом убирается Киров. Вот. В пятницу в нашей студии был депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев и представитель Вятской епархии отец Андрей Лебедев, которые говорили о том, что, собственно, по инициативе Ильи Шульгина в свое время был задвинут памятник царской семье на территорию внутреннего двора Серафимовского собора. А сейчас с уходом Шульгина пришло время вернуться к обсуждению этого вопроса и вернуть царскую семью туда, куда ее хотели поставить сначала, то есть на набережную. Вам как кажется, вот эта история насколько имеет вообще право на жизнь? Вернется или нет? Ой, да право на жизнь имеет все, что угодно. Но я помню те дискуссии по поводу... Вот та конструкция. То есть Владимир Журавлев нас уверял, что во всем был виноват Шульгин. Это Шульгин своим волевым решением не допустил царскую семью на набережную. После шквала критики, который обрушился со стороны всякой разной общественности, да, Шульгин прислушался и сделал так. То есть предложил некий компромиссный вариант. Хотите ставить, ставьте, но на своей территории. Собственно говоря, и такая же дискуссия на этом и затихла. То есть пришли к некому компромиссному варианту. То есть искать компромиссы. В этом случае Шульгин нашел такой компромисс. Пересматривать там вот ту общественную договоренность. Ну, по сути говоря, это была такая общественная договоренность через Шульгина. Но я помню объемы тех высказываний с разных сторон по поводу установки этого памятника. И там действительно была достаточно оживленная дискуссия. И очень многие люди высказывались по поводу этого. Ну, собственно говоря, что можем еще снова пройти через это. Вторая серия? Да. Если хотите, то да, вторая серия. Насколько реально, что продавят решение все-таки об установке в более публичном месте этого памятника? Не знаю, мне кажется... Наши гости в студии говорили, что вот во дворике Серафимовского собора памятник у царской семьи хорошо, но вот желающие припасть к этому памятнику, они, к сожалению, большому не могут это сделать, потому что дворик закрывается на ночь. Так это же ваша епархия, вы же ее не закрывайте тогда. Ставьте сторожа. Да, ставьте сторожа, пропускной режим пересмотреть. Это же ваша территория, на ней вы можете делать все, что угодно. Там пускать паломников, не пускать паломников. Я не понимаю, к чему такие претензии, что вот нам неудобно, потому что мы же сами это закрываем. Понятно. Открывайте. Но все-таки есть какой-то шанс на то, что памятник может переехать на набережную? А в нашей стране очень многое непредсказуемо. То есть если, допустим, дискуссия по поводу памятника кем-то будет сочтена годным материалом для отвлечения внимания от каких-то там федеральных событий на региональном уровне. Падение рубля, например. Падение рубля, что-то еще, то можно поднять на флаг этот вопрос и устроить там такую битву, там такие обсуждения, что это затмит и падение рубля и все остальное. Понятно. То есть шансы есть, но шансы именно как такой повод раздражитель, да? Ну да. Предлагается установить еще памятники, скажем так, царям и руководителям государства нашего, то есть Александру Невскому, Александру Первому. Александру Первому в Александровском саду, соответственно, Александру Невскому возле филармонии. Как относитесь? Я понимаю, Олег, да, сложно комментировать то, что еще не случилось. Слушайте, ну давайте сделаем так, сколько у нас было руководителей государства, давайте сделаем весь пантеон там и Петра Первого, и Ивана Грозного. Я предлагала, да, можно даже какой-нибудь участочек выделить в Кирилле. Это было бы забавно, то есть вспомнить сразу всех, сделать некую сквер, галерею, да все что угодно. И детям будет просто учить историю. Да, это было бы таким фактором туристической привлекательности. Так главное, деньги надо найти теперь на все на это, учитывая ситуацию экономическую, не очень благоприятную, теперь-то уж точно. Я думаю, что на такое деньги найдутся, нашлись же. Понятно. На царскую семью нашлись, найдутся на Александра Первого, Александра Невского, Петра Первого и далее по списку. Хорошо, еще у нас остается, на самом деле, не так много времени, Олег. Я бы хотела вас попросить прокомментировать историю с 8 марта, да, и тем, каким образом наших женщин поздравляли. Ну, то есть мы уже привыкли к тому, что руководители области, руководители города обычно пишут какие-то поздравительные, либо ролики, да, либо какие-то там письма СМИ, это все размещают. Вот нынче, значит, и губернатор Игорь Васильев, и глава правительства Александр Чурин. В стихах поздравили наших женщин, но не только они. Есть еще один ролик, который довольно широко в социальных сетях обсуждается. Это ролик с участием депутата городской думы Павла Валенчука, Павла Олеговича Валенчука, то есть это Валенчук-младший. Вот. И ролик, конечно, потрясающий. Он очень красивый и кинематографичный. Он мне чем-то напомнил фильм «Три орешка для золушки». Не знаю, почему. Может, потому что там лошадь и снега. Ну вот у Павла Валенчук, скажем так, с обнаженным торсом, по заснеженной равнине, на лошадке. А там, значит, девушка. И вот они встречаются. И там все усыпано лепестками роз. И вот. Вот для депутата городской думы. И поздравления, естественно. Стихи же звучат о том, какие женщины замечательные. Вот это вот насколько вообще допустимо? С голым торсом. А что недопустимо? Как можно поздравлять посторонних женщин с голым торсом? С 8 марта. Что такое? Почему губернатор в костюме, а депутат городской думы Павел Валенчук нет? Ну, губернатор не захотел с голым торсом, а депутат захотел. Ну, что такого? То есть у нас свободная страна, да? Да, у нас свободная страна. Вот просто сам ролик мне, ну, мне, конечно, смешно. Ну, вот реклама «Олдспайс», там, ну, все замечательно. Ну, кто запретит депутату развлекаться так, как он хочет? Ну, ничего плохого он не сделал. Я удивляюсь, почему федеральные СМИ еще не отметили очередной шаг. Ну, молодец. Ничего плохого он не сделал. Ну, захотел так, ну, сделал именно так. Как на политическом имидже депутата Павла Валенчука вот этот ролик скажется? И скажется ли? Это вообще его целевая аудитория? Я думаю, что этот ролик укрепляет политический имидж Павла Валенчука, именно тот имидж, который он долго и целенаправленно себе делает. А какой именно имидж? Ну, некий, скажем так, звезда Инстаграма. Вот, то есть, красивый мужчина, не знаю, то есть, я не слышал там те законопроекты или там инициативы постановлений, которые предлагает Павел Валенчук, но везде вижу его широкую улыбку и такие бьюти-жесты. Ну, хорошо, как бы он укрепляет свой имидж там в этом направлении. Я правильно понимаю? Мы будем знать, мы будем понимать, как бы, про что он и зачем. А про что он? Ну, вот улыбка и... Ну, вот, про красоту. А, вот это. Да. То есть, и пойдут голосовать сердцем, вы думаете, в следующий раз, если он выставит свой кандидатур? Слушайте, ну, мы же, мы живем в стране, где не запрещено голосовать ни сердцем, ни... То есть, хочешь, за этого голосуй, хочешь, не голосуй за него. Собственно говоря, ничего плохого-то он не делает. Ладно, хорошо. Пусть, пусть будет Павел Валенчук со стихотворением «Как же прекрасны вы у женщины России». Благодарю Олега Ткачева, члена Общественной палаты Кировской области и руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Услышимся завтра. До свидания. Особое мнение на 101FM